Футбол для многих спорт номер один, без преувеличения самый популярный и массовый. Сотни миллионов болельщиков следят за спортивными событиями и играми любимых команд. Футбольная лихорадка уже давно захватила весь мир. Армения не исключение. Популярность в футболе в Армении есть. Никому не секрет, что сейчас в последнее время он усилился только благодаря таким игрокам, как всеевропейские известные личности Юры Мавсисян, Генрих Махитарян, которые действительно, там еще есть Араза с Белиси. Я просто этих игроков знаю европейская футбольная элита, которые прославили Армению как футболисты. И поэтому сейчас во многом благодаря этим результатам и сборной Армении, которые за последние годы существования независимой Армении никогда такого уровня не достигали, как вот в последний раз они играли в своем групповом турнире на евро. Они выступили очень достойно. Никто не ожидал уровня этих игроков. Поэтому есть к чему стремиться детям. Есть уже примеры вот таких же футболистов, вот этих махитарянов, которые тоже вот мальчиками бегали по этим полям. Возможно, кто-то из этих ребят тоже однажды прославит свою родину. Ну а пока команды из разных культурных обществ нашего города соревнуются на полях Харьковского стадиона «Металист» в небезузвестном турнире «Металист Интернешнл Лига». Не чемпионат мира, конечно, но здесь тоже представлены сборные разных стран. Цель – объединить все диаспоры, проживающие в Харькове. Очень интересно встретиться с другими странами в футбольных поединках. Такой дружественный более турнир такой. Ну, соперники неплохие, но мы тоже как бы должны не расстраиваться за это. Надо, надо выигрывать. Какой бы соперник ни был, все опасны. Надо каждому готовиться. Независимо от команды, независимо от чего. Надо каждого соперника уважать. Независимо ни от национальности, ни от чего. Все мы здесь пришли в футбол сыграть, показать себя. Ну, и в этом все, в этом роде. Поэтому надо каждого соперника уважать. Каждый достойно уважения. Соперниками сборной Армении по результатам жеребьевки стали сборные из Марокко, Туркменистана и Казахстана. В матчах с ребятами из Марокко и Казахстана с небольшой разницей в счете сборная Армении потерпела поражение. Но зато туркменов армяне феерически обыграли со счетом 10-2. Хочу сказать большое спасибо общине, за то, что развивает молодежь. Команда как. Более-менее скомплектовывается. Еще чуть надо времени, не так все быстро. Не сразу результаты приходят. Бывают такие матчи, когда они играют очень хорошо. А бывают такие обидные поражения, вот как сейчас, например. Которые, я думаю, это результат, я бы даже так сформулировал. Это не та команда выиграла, а проиграла Армения. Вот так бы я сказал. Мне казалось, что им не хватило немножко сыгранности в плане позиции. Вот они меньше двигались. Самое важное, видно, у людей есть настрой. А сама игра по себе, вот эта вот уверенность, она тоже есть. Может, когда... Я очень надеюсь, что у них это получится. Я очень надеюсь. Каждый из них, в принципе, индивидуально очень хороший. И как игрок, и как мальчик, и как вообще человек, мне они все как-то так полюбились, как если можно выразить так. Поэтому я за них переживаю. Очень хочется пожелать им дальнейших успехов на футбольных полях. Но суть не в том, кто победил. Ход любого матча, как известно, зависит не только от опыта и сыгранности игроков команды, но и от коварного слова «фортуна». Важно другое. Участники «Металист Интернешнл Лиги» в очередной раз доказали, что футбол объединяет.